Очередной хайп на больничных койках. Статья на Рэкноме за 29 апреля 2020 года. Александр Запольский. Вторая часть статьи. Потому что элитные дорогие клиники для очень ограниченного по численности количества обеспеченных клиентов это одно. А массовое здравоохранение для всего населения страны в целом совсем другое. Почему так? А потому что мир в котором мы живем сейчас решительно отличается не только от времен Николая II, но и даже от периода СССР. Лучше стали лекарства, серьезно поднялся уровень диагностики, многократно возросла эффективность лечебных методик, да и просто уровень жизни и качество питания улучшились. Большинство болезней, сотню лет назад требовавших обязательного постельного режима в стационаре, сегодня успешно лечатся амбулаторно или вообще в домашнем режиме. А часть смертельных заболеваний вековой давности вроде ОСПы сейчас побеждена полностью благодаря отработанной схеме массовой вакцинации населения. Поэтому нам вполне хватает 14 474 больниц имеющихся в стране. Специально подчеркну трехкратную разницу между количеством именно больниц и чисто бюрократическим числом юридических организаций медицинского назначения. Да, эпидемия сейчас потребовала срочного строительства узкоспециализированных госпиталей, но не стоит забывать, что такое в мире случилось впервые с эпидемией испанки 100 лет назад. На протяжении полувека перемены в методах, способах и инструментах оказания медпомощи неуклонно упрощали процедуру и снижали требования по наличию именно стационаров, особенно в части долгосрочности нахождения в них. Изменилось абсолютно все. Сегодня основная нагрузка по медобеспечению ложится не на больницы и койки, а на поликлиники, количество которых в полтора раза превышает численность больниц. И что важно, их в 2002 году в стране имелось 21 400. Их столько же есть и сегодня. Разве что в период с 2002 по 2010 они в системе Минздрава произошла оптимизация их размера. В основном связанная со слиянием мелких в более крупные, лучше соответствующие специфики картины заболеваний, а потом в стране уже создавались новые стандартные, до прежнего необходимого их количества в штуках. То есть статистически их осталось только же, но объем обслуживаемых пациентов вырос в полтора раза. Как так? Да потому что характер самих заболеваний изменился. При всей критике неправильности нынешнего российского здравоохранения даже хайперы вынуждены признать, что средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составила 73,6 года. При том, что в 1962 в СССР она была 68,8, а в 1987 71,4. Мы окончательно преодолели провал 90-х и с 2004 65,2 года уверенно наращиваем этот показатель без каких-либо сбоев и нарушения позитивной динамики. Можно ли иметь такой результат при плохой медицине? Очень вряд ли. Тут можно вспомнить, что заболеваемость в стране все-таки растет. В 2000 году в стране было зафиксировано 106 миллионов случаев различных заболеваний, тогда как в 2018 их отмечено 114,5 миллионов. Вроде как рост на 8% за 18 лет, но при этом увеличивается количество легких и возрастных заболеваний, тогда как все то, что медицина в основном летела на протяжении прошлого и позапрошлого века, постепенно и существенно сокращается. Легкие – это, например, болезни уха – 3,7 миллионов случаев по стране в год, болезни кожи – 6 миллионов случаев, болезни органов пищеварения – 4,8 миллионов, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 2 миллиона случаев. К возрастным относятся, например, новообразование – 1,7 миллионов, болезни нервной системы – 2,1 миллионов, болезни глаз – 4,6 миллионов, болезни системы кровообращения – 4,7 миллионов, болезни мочеполовой системы – 6,5 миллионов случаев. В общем, ругать Минздрав просто за факт изменения отдельных статистических показателей можно только по одной причине – если хотеть найти, к чему докопаться, ради подсознательного стремления поплевать в свое государство, которое должно быть плохим просто потому, что должно и точка, заодно пройдясь по реформаторам, чиновникам, бюрократам и просто олигархам. Только пользы эта руга никому принести не может по определению, потому что направлена она не на устранение проблем, которые, как и везде в жизни в российской медицине государстве, действительно существует, а преследует цель простого истерического лая ради самого лая – не хайпа, а именно лая. Тем более, что некоторые, особо в нем усердствующие, прекрасно монетизируют процесс через зарубежные гранты. Но таких, к счастью, среди критиков немного. Абсолютное большинство просто категорически не разбирается в вопросе, который критикуют. Александр Запольскис. Очередной хайп на больничных койках. Это была вторая заключительная часть статьи.